Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Денис Орлов, историк, журналист, автомобильный инженер. И мы говорим о концепт-карах будущего, так и не ставшими машинами настоящего. И берем тот исторический отрезок, где пересеклись биографии двух американских дизайнеров. Американца Харли Эрла и американца Алексея Сахновского. Здравствуй, Денис! Добрый вечер! Я как-то сразу немножечко так напрягся, когда ты назвал двух американских дизайнеров. Ну, на самом деле, да, действительно. Сахновский, к сожалению, в нашей стране, по большому счету, вообще неизвестен и подданством отмечен не был. Он американец. Он же повторил судьбу многих белогвардейцев. То есть он был... Я не помню, как назывался этот паспорт в то время в Европе. То есть у него был некий паспорт, который не давал никаких прав. То есть просто констатировал, что вот есть такой человек. Богостверение личности, да? Без гражданства. Алексей Владимирович Сахновский. Вроде бы как граф, потому что мы о нем, в общем-то, многого не знаем, на самом деле, до сих пор. Вот вроде бы как граф, вроде бы как сын финансового, какого-то финансового советника Николая Второго. Вроде как в родне с известными в Киеве сахарозаводчиками Терещенко. Ну, в общем, вот какие-то вроде бы, вроде бы, вроде бы... Только одно мы знаем наверняка, что вот был такой дизайнер, стилист-оформитель. Тогда слово дизайнер в Америке тоже еще не было. Да, но с такой биографией в нашей стране он бы не выжил. Его бы расстреляли, во-первых, за одну только фамилию, а во-вторых, за эти пересечения биографии с другими, не менее значимыми врагами пролетарской советской страны. Ну, отец вроде бы как принял яд. То есть, опять же, одна из версий, что отец принял яд, когда случился Октябрьский переворот 1917 года. А он отправился к Врангелю, и вот там тоже некий такой пробел, то есть, вот он, был ли он офицер, был ли он там, кто он был при Врангеле. Может быть, плакаты рисовал, наглядные агитации, боевые листки. Может быть, Осваговцем был. Ну, то есть, вот, а потом он уехал дальше, так сказать, покинул Севастополь. Стандартный вот этот вот типичный путь, опять же, последней белой армии. А уход из Крыма, 20-й год. Уход из Крыма, он осел у тетки, у него немножко, то есть, это не Галлиполе было, или как называлось? Да, Галлиполийское сидение. Вот, не Галлиполийское сидение. И Лемнос, к счастью. Вот, нет, у него, тетка у него оказалась в то время уже в Швейцарии, он осел у тетки, дали хорошее образование, художественное, поскольку, в общем, были к этому предпосылки. И дальше он начинает работать на двух известных, до сих пор известных фирм бельгийских кузовных. Одна фирма называлась Ванде Пляс, сейчас это автобусный завод. А вторая фирма Дейтерен. Вот, Дейтерен, это филиал, в общем, это компания, которая потом стала принадлежать Фольксвагену и стала, так сказать, уже в наши дни, там, собирать жуки, там, какие-то там следующие автомобили. Вот, а потом уехал в Америку. Это 30-е годы, это конец 20-х, начало 30-х. Это 25-е, тире, да, вот. То есть это еще и говорит, в том числе, о некой прозорливости талантливого человека, который определил, что его путь может быть связан с, в общем-то, пока еще не всеобъемлющей и не такой знаковой отраслью человеческой деятельности, как автомобилестроение. Ну, мотор тогда, мотор, это же был миф. Мотор было модно. Автомобиль назывался мотор тогда. В русском языке точно? В русском языке точно назывался мотор. Это был миф, это было модно. О моторе слагали стихи, величайшие, причем там, поэты Серебряного века. То есть это был действительно миф, это вот была мода некая, и то, что человек стал этим заниматься. Это, с одной стороны, говорит о том, что он был в тренде, с другой стороны, это говорит о том, насколько он серьезно к этому относился, хотя были альтернативы, можно было пойти и традиционными вариантами искусства, вояния, зодчества, архитектуры, можно было, например, удариться в авиацию, в авиастроение, где тоже хватало подобных привлекательных моментов, да и, в общем, новый «Титаник» создать тоже было кому, но Сахновский пошел, тем не менее, именно в отрасль, связанную с автомобилями. Это комплимент его, на самом деле. Это комплимент вообще русским, потому что, как ни странно, русских среди автомобилистов было очень много, именно вот среди тех русских, которые ушли от большевиков, там был граф Чайковский, который на «Бугате» гонялся, парижские таксисты в огромном количестве, это казаки, то есть поменявшие лошадок, каюрах там, каких-нибудь там лошадей. Лошаденок таких вот монгольских, на которых они там воевали германцы, вот они, значит, поменяли их на такси, Рено или на прочее. Но это говорит еще, во-первых, о том, что дореволюционная Россия была все-таки автомобилизованной страной, мы не зря держали десятое место в мире по количеству автомобилей, мы строили свои заводы, и в целом у нас страна была на том уровне понимания автомобиля, когда это было нормально, естественно, перспективно. И неудивительно, что среди белогвардейцев было очень много, во-первых, кавалерийских офицеров, а во-вторых, именно технарей подобного уровня, сдавших толк в технике, сориентированных на нее. И когда те же самые казаки, которые многим нашим современникам представляются крестьянами, а на самом деле крестьянами они не были очень даже давно, они были все-таки автономным сословием, так вот эти люди, оказавшись в Париже, совершенно нормально воспринимали автомобиль не как диковинку. Они не были теми лапотными людьми, которые сказали, ту, дивись, мыкола, який мотор тут чидит, ничего подобного. Это были очень просвещенные люди. И поэтому Сахновский тоже вполне логично в этой среде с пониманием и знанием дела определил свой путь. Ну, вот здесь я бы все-таки сделал, наверное, все-таки комплимент, наверное, особому национальному, что ли, восприятию. То есть дело не в том, что у нас там было условное какое-то десятое место в мире по... Оно было в абсолюте, даже неусловное. Вот, а дело в том, что как люди воспринимают среду, потому что автомобиль, это же не просто механизм, это механизм, которым пользуются люди, механизм, который помещен в среду. Как в этой среде люди осваиваются, начинают понимать вот все законы вот этого движения. Ведь, допустим, история развития еще одной страны, как сейчас модно говорится, развивающейся экономикой Индии, как там автомобилизация шла. То есть тамошние раджи вынуждены были нанимать английских шоферов себе, потому что местные не понимали логики движения автомобиля. То есть они пытались там погонять автомобиль кнутом, стягать его, так сказать, вот в тот момент, ну если им казалось, что он медленно едет. Они не знали, как к автомобилю входить в поворот. Из-за этого было огромное количество всяких аварий. Да и руль с другой стороны у них был. Вот они не понимали просто вот механизма. Здесь же вот действительно огромный клан парижских таксистов из казаков. То есть это были люди, для которых природа движения, то есть сама суть автомобиля, там сформулированная еще там в манифесте Маринетти, да, вот что автомобиль это некая, так сказать, метафора движения, метафора развития в будущее. Они это все понимали на подсознании. Плюс образование. Ну и образование. У индийского погонщика слонов оно было чуть-чуть хуже, чем у русского казака. И вот в этой среде, но пока еще, пока еще Сахновский, это еще не будущее. Пока еще он просто хороший рисовальщик, кузовщик, дизайнер по сегодняшнему. Пока еще мы не дошли до того момента, когда он заглянул дальше. Когда он оказался в Америке и показал будущее в том числе американцам. Да, да, да. Но бельгийский плацдарм, европейский плацдарм тоже развил его таланты. Но об этом после новостей. В гостях Денис Орлов, историк, журналист, автомобильный инженер. И мы говорим о той эпохе дизайна, где в одной исторической точке пересеклись биографии двух американских дизайнеров. Харли Эрла и Алексея Сахновского. Еще раз добрый вечер тем, кто только-только присоединился. Те, кто проспал первые 15 минут. И напрасно сделал, потому что было, по-моему, интересно. Нам точно было интересно. Нам точно было интересно. Так вот, американский дизайнер Алексей Сахновский, служивший в Белой армии, у Врангеля, с европейским образованием, швейцарской пропиской и работой на бельгийцев. Это конец 20-х. И он оказывается в Соединенных Штатах Америки. То есть его берут, конечно. Его берут, потому что человек с европейской кузовной школой, конечно же, востребован. Ну, не сразу, потому что Дженерал, он, кстати сказать, вот мы ведь говорим о двух американских дизайнерах. Второго зовут Харли Эрл. Он был главный дизайнер Дженерал Моторс, крупнейшей автомобильной корпорации мира до недавнего времени. Он мог занять его место на самом деле. Вот это вот такое неожиданное переплетение, потому что он, пытаясь как-то вот расширить свой круг, так сказать, своей деятельности, вырваться из этого вот бельгийского такого маленького домашнего кузовного бизнеса, он начал писать рекомендательные письма, или как это называется? Ну, в общем... Резюме по электронной почте. Ну, посылать, да, посылать по электронной почте резюме, засылать там в разные американские компании автомобильные. И пришел ответ из Дженерал Моторс с предложением, что, возможно, через полгода для вас откроется вакансия. Ну, кстати сказать, вот для слушателей особо продвинутых про электронную почту, это сейчас была шутка наша с Сергеем Асланяным. Да, мы известные остроумцы. Вот. И пришло письмо от достаточно маленькой компании, кузовной, Хейнс, которой говорили, приезжайте немедленно. И он, естественно, он приехал немедленно, потому что он уже был приучен всей, так сказать, вот своей предыдущей жизни, он уже был приучен к тому, что вот надо хватать за усы, так сказать, моментально, быстро, потому что, ну, вот жизнь, она не преподносит подарков. Подарки мы все делаем себе сами. И он приехал в Америку и начал работать на вот эту вот малоизвестную компанию, которая, в общем, достаточно скоро обанкротится. И вот за этот короткий период он успел там утвердиться. То есть он сделал несколько проектов, о которых, ну, в общем, заговорили. И дальше, дальше началась, начался его такой, ну, как бы неочевидный взлет. Почему он неочевидный? Потому что, ну, мало кто об этом задумывается. На самом деле, все вот сегодняшние знаменитые персонажи в автомобильной индустрии, о которых мы говорим, там, ах, Рено, ах, там, тот, ах, тот, это все плод активной деятельности рекламной и пиар-службы. Ну, как всегда. Как в любом деле, даже непонятно, кто был на самом деле автором, кто это сделал, но на вершине есть тот человек именем и фамилием, которым это помечено. Ну, то есть это вот как у басни Крылова, да, вот о ком поют, так сказать, вот идти на слуху. А тем не менее, в автомобильной индустрии... Прости, группа Стаса Намина. Стас Намин даже петь не умел и, собственно, и не брался. Но группа-то была Стаса Намина, и все считали, что тот человек, который ходит, поет в нашей стране, это Стас Намин. На самом деле, он не пел. Он был владельцем и продюсером. А полковник Кольт никогда не занимался изобретением оружия. Просто у него была фирма по выпуску пистолетов. Но вот тем не менее, слушателям я предлагаю фамилию Стас Намин запомнить, потому что мы через какое-то время коснемся этой фамилии. Без армян-то куда? Этой фамилии мы коснемся через некоторое время. И тем не менее, всегда, в любом деле, в автомобильном в том числе, существуют люди не менее значимые, тем не менее, вот о них... Известные сами по себе, ах, только не хватило Шерара. Широко известные, да, в узком кругу. Вот, например, есть замечательный автомобиль Chrysler Airflow. Это был 1934 год, когда все начали вдруг увлекаться новой тенденцией обтекаемости. То есть это цепелины, это рекорды авиационные, там это... То, что в Америке получил название Streamline Modern. То есть это вот новый стиль модерн, аэродинамический, обтекаемый. Streamline Modern. И вот появился Chrysler Airflow, 1934 год. Известнейшая машина, то есть они знают всем благодаря, так сказать... Скопированная по миру сразу же. И Volvo сделала концепт такой же, и японцы сразу увидели ее. Все увлеклись, да, все увлеклись. На рынке он, правда, провалился, но вот это было увлечение, потому что, ну, первый блин, там потом дальше пошли более удачные проекты. Но вот этот стиль, он, так сказать, существовал. Вот есть гипотеза, причем такая небезосновательная, что вот не только форму Chrysler Airflow, но и сам стиль Streamline Modern придумал Сахновский. Сахновский, он вообще был, скажем так, человек с философией, с программой. И не просто, допустим, какие-то предлагал эстетические решения. Он выступал с манифестами. Вот один из его манифестов, он публиковался, есть даже какие-то отдельные, сохранились публикации в газетах американских. Вот стиль жизни Streamline, то есть он во всем должен проявляться, то есть и в одежде, и в прическах, и в мебели, там, во всем, во всем, во всем, и в автомобилях в том числе. И он себя выставлял вот таким неким, так сказать, адептом, апологетом этого стиля. Сам же позировал, он был видный мужчина, он позировал вместе с видной женщиной, которую, ну, раз он граф Д. Сахновский, то, соответственно, она была на графине там какая-то там. У нее была, как положено у графини 20-30-х годов, у нее была странная греческая фамилия, то ли греческая, то ли грузинская, то есть вот оканчивающаяся на АДИ, там, что-то там такое. И вот они позировали в купальниках и демонстрировали, так сказать, вот стиль жизни. Да, это не модерн, как вот мы привыкли, французский модерн, а это стримлайн модерн. Это то, что, если уже, так сказать, отвлекаться от вот этой вот шуточной тональности, это то, что, в общем, потом стало называться арт-деко. То есть вот придумали такой, как бы, термин вообще для всего этого движения. То есть это было такое декоративное искусство. Креслер выступал на острие вот этого, этой тенденции арт-деко. И у него все такое было. Но Креслер обыгрывал это просто как вот, ну, искусство, искусство. Вот надо делать так. Вот сейчас модные такие там штучки. А у Сахновского это был взгляд в будущее. Это была программа. То есть вот неожиданная такая, да? Сахновский смотрел чуть дальше, чем Креслер. А в это время, а в это время второй человек примерно по возрасту они, ну, там, если не погодки, ну, в общем, их разделяло не так много. Это люди одного времени. Харль Эрл. Это человек из Голливуда, где его отец держал маленькую авторемонтную мастерскую. Вот. Странно, что в Голливуде кто-то занимался автомобилями. Такое ощущение, что все кино снимали. Но в Голливуде, только в Голливуде и нужно было заниматься автомобилями в той Америке. Потому что ехать в Детройт и заниматься автомобилями, это было пропащее дело. Там уже все этим занимались. Здесь же, здесь же, ну, среди клиентов, дело в том, что мальчик видел все эти машины и видел звезд, которые приезжали чиниться. То есть, вот, для него те люди, которые были для всех остальных небожителями серебристого экрана, да, silver, слово экран, silver screen, да, то есть то, что у нас называется голубой экран у американцев и у англичан, это, значит, серебристый или серебряный экран. Он их всех видел, вот, обсуждавшими с отцом, вот там вот надо подкачать, там, залить туда, там, негрольщика куда-то, а сколько это будет стоить, а вот там, вот вам еще денег, там, помойте мне, значит, там, то-то, то-то промыть. Ну, то есть, вот, в быту абсолютно. А мальчик был помешан на автомобилях, рисовал, вот, и произошла смешная история. Был такой персонаж комедийный, который известен был в Америке в то время не менее, чем Чарльз Чаплин, Арбакль. Как зовут, я сейчас не вспомню. У него была, была кличка Толстяк Арбакль. Это был такой вот жизнерадостный толстяк. У него было такое амплуа. Вот он так выступал с экрана. Богатейший человек. Уже одно то, что он, так сказать, вот, он увидел рисунки, какие-то эскизики мальчика. По этим эскизикам построили автомобиль, и мальчик получил 28 тысяч долларов по тем временам. Это цена Дюзенберга и еще нескольких автомобилей Ford Tec к нему в придачу. На сдачу. Ну, да, потому что там на сдачу не получается четное количество. Дюзенберг стоил, ну, там, условно говоря, там 20 тысяч. А вот на 8 можно было еще купить... 16 Ford F-T. 16 Ford F-T. Ну, Толстяк пошутил, естественно. Это была вот... Но это в каждой шутке есть доля шутки. А дальше больше. То есть вот он уже там, в своем Голливуде, он уже был известным кузовщиком. Оставалось только стать правительством, стать дизайнером будущего. Перерыв на новости. Денис Орлов, историк, журналист, автомобильный инженер и обсуждение темы концепт-каров, не ставших, несмотря на замах в будущее, автомобилями настоящего и пересечения двух биографий американских дизайнеров Харли Эрла и Алексея Сахновского. Ну, так да. Ну, так? Харли Эрл. Харли Эрл получил приглашение от президента Дженерал Моторс возглавить дизайн во всей корпорации. А в этой корпорации тогда брендов было раз в 20 больше, чем сейчас? Да, да, да. Тогда она была немножечко пошире. И здесь проблема заключалась в том, что у автомобиля до этого времени не было ни прошлого, ни будущего. Было только настоящее. Вот автомобиль воспринимался, как сегодня воспринимается мобильный телефон, планшетник. По крайней мере, в Америке, да. В Европе немножко по-другому все-таки смотрели на машину. Да нет, я думаю, что примерно так же. Мне кажется, что все-таки... Не знаю, почему у тебя такое мнение сложилось. Американцы очень быстро приравняли его к кухонной утвари и не особо отличали от сковородки. Пользовались, а потом выбрасывали. Европейцы в этом отношении чуть по-другому, чуть с большей эмоцией и с большим трепетом. Здесь я с тобой согласен. Я просто про другое. Я про исторический такой вот срез. Точка отсчета у всех общая. Точка отсчета общая. Ну, вот не было ничего в прошлом практически. То есть, вот в 20-е годы, в конце 20-х годов автомобиль только появился. То есть, да, понятно, что там когда-то были там самоходные повозки, потом их стали называть моторвагенами, там еще как-то. Ну, это да. Ну, вот только-только оформился. То есть, он в 20-е годы, он приобрел те классические черты, основные классические элементы, которые есть у него сегодня. То есть, капот, облицовка радиатора, там фары на правильных местах, крылья. То есть, первые 30 лет ушли только на то, чтобы определиться с компоновкой. Наконец-то, в 20-х годах с этим экспериментировать закончили. Хотя, всякие запорожцы и фиаты с моторами в неожиданном месте продолжаются еще до середины века. Да, да, да. И вот эти замечательные ребята, и господин Сахновский, и господин Эрл, они счастливчики. Они оказались вот в самой гуще. То есть, в тот момент, когда ткань автомобиля уже сформировалась, и что-то нужно было делать с ним дальше. А ведь закончилась мировая война. Первая. Первая мировая война. И гигантские ресурсы, которые были тогда созданы для производства порохов, динамитов и всего остального, они остались без дела. Они моментально переключились, быстро переориентировались на производство красок. Потому что пероксиленовые краски, то есть нитроцеллюлозные краски, которые тогда прямо так назывались пероксиленовыми, они были в суть тот же самый. То есть, вот закорючечка меняется, и все, и эту штуку можно там, и заряжать линкором, можно этой штукой банками краски. И топить. Да. И в General Motors, в корпорации General Motors, от этого обилия быстросохнувших красок, которыми можно было красить и вдоль, и поперек, и в любые цвета радуги, у них немножко крыша поехала. И потребовался человек, который смог бы это все дело взять в свои руки, систематизировать, привить модельному ряду некую культуру цвета, что ли. Отдел так и назывался, отдел эстетики и цвета. То есть, цвет сыграл такую же серьезную формообразующую роль, как в свое время это произошло в кинематографе, когда с ЧБ перешли на цвет, или, например, в фотоделе. И здесь такое бешеное появление шикарного предложения по цветам и краскам, оно оказало очень серьезное влияние в целом на то, как вела себя автомобильная промышленность, по крайней мере в Америке. Это хорошая мысль, на самом деле, я ее буду думать, потому что это интересно. Извини, что испугал. Это интересно, я даже немножко так напрягся. И вот Харли Эрл, человек, который пришел, продолжая развивая эту тему из мира кинематографа, или из мира околокинематографического, он приехал в этот самый Детройт. А Детройт, он, в общем, по... Слово помойка верится на языке. Да, 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 примерно так, то есть один единственный приличный отель на весь город, Кадиллак, который назывался, тараканы размером с крысу. Ну, то есть, в общем, в Детройте Голливудом был он сам Харли Эрл, то есть он был неким вот таким вот средоточием, так сказать. То есть вот как он себя поставит, как он себя поведет, так оно и будет. Экран оказался не серебряным, золотым. Ох, как он выстрелил. То есть он, вот он все это придумал сам. То есть он придумал, что автомобили нужно не просто там вот показывать на выставках, их же... Автомобили до того момента на салонах, на выставках показывали примерно так же, как Сталина выставляли в 1953 году в колонном зале Дома Союзов. То есть автомобиль и вокруг все в венках. Харли Эрл придумал, что это должно быть шоу, что здесь должна быть интрига, что люди должны... Так оно и получилось. То есть, ну, там было до войны, до Второй мировой войны, там были две попытки создать такие шоу, а после Второй мировой войны это все приняло уже такой характер накатанный, что ли. То есть люди ломились, стояли длиннющие очереди в Нью-Йорке, в отель Уоллдорф Астория, где это все начиналось, посмотреть, как это все будет. То есть люди ходили смотреть на автомобиль, ну, я не знаю, как на что. Как на Лимитшоу. Как на шоу, да. И там все режиссировалось, там как это все будет подано в смысле там архитектуры, да, оформления внутри. Дизайн стенда, как это сейчас называется. Дизайн стенда, да, какая будет звучать музыка, какие будут модели, в чем они будут одеты. Это все потом подчеркивалось, обыгрывалось, то есть об этом снимались фильмы. То есть Харли Эрл предложил презентацию сделать отдельным видом искусства для продвижения автомобиля, приводя на современный язык. Да, но не автомобили как такового, потому что автомобиль, который уже пошел в серию, его не интересовал. Да, конечно же, все-таки концепт. Он стал таким, неким вот, вот эта вот голливудская история, она вдруг стала очень автомобильной такой вот, или автомобильная история стала очень голливудской, потому что вот это все, это элементы голливудского, голливудских технологий, включенные вот в совсем другую среду, и они заработали. То есть вот это вот, Харли Эрл, это был человек с массой комплексов. На самом деле вот все, что он придумывал, шло от желания такого вот постоянного эти комплексы из себя изжить. Потому что он был очень нестандартной фигуры и очень рослый. Он был метр девяносто пять, по тем временам это очень много. Это сегодня там акселераты нормальные, там рост метра девяносто пять. Вот он был метр девяносто пять, и он был такой бочкообразной формы, то есть он был толстый в середине и такой вот сужающийся, соответственно, к низу и к верху. И из-за этого он, вероятно, постоянно комплексовал. И вот здесь он вдруг почувствовал, что есть что-то, а он ведь был жутко одаренный человек. То есть вот этот диссонанс, что вот я одаренный, а... А обложечка-то подкачала. Хотя, прости, но современники про Харли Эрла всегда с восторгом писали, что он был блистательно одет по последней моде, и даже ботинки он носил так, что было ощущение первого дня, как будто он только что достал их из коробки. Он весь был лощеный, блестящий, сверкающий, как и полагается в Голливуде. Если дизайнер приходил на службу в галстуке, который был лучше, чем у мистера Эрла, Эрла увольнял такого человека. У него вот эти комплексы, они у него жили абсолютно так вот странно. Он первый, кто создал женское отделение дизайна. То есть вот у него был собственный, ну, гарем... Женский батальон. У него был свой собственный женский батальон, да. Это было мудро, потому что вот оказалось, что женщины многое видят... То есть в очередной раз выяснилось, что женщина тоже человек. Но вот сделать такой шаг мог только человек, у которого вот эти комплексы, они как-то вот... И вот он пытался, он искал, так сказать, какого-то выхода. Комплексы вели его, он вел комплексы. Концепт-кары, которые он создавал, он на них все время ездил. То есть концепт-кары строились не так, как сейчас. Там сделали из пластилина и там из пластика быстро отвердевающего. И вот эта машина крутится на стенде. Это были настоящие работоспособные машины. Вот концепт-кары строили, и он начинал на нем ездить. И именно, прости, именно благодаря Харли Эрлу в немалой степени концепт-кары стал отдельным видом искусства. Потому что раньше это была просто инженерная попытка посмотреть, как оно получится в итоге на конвейере. А при Эрле все-таки концепт стал уже отчасти самоцелью, которую нужно было отработать до совершенства. И показать зрителю, привлекая внимание клиента к бренду и к тому, как именно эта фирма видит светлое будущее для всех, для потребителя в том числе. Он стал программировать будущее. Он стал, то есть вот то, что он делал, это называлось программированием будущего. Потому что он не просто что-то такое выставлял и ждал, как оценит, сколько баллов поставит. А он формировал сознание. То есть вот у него это... Прививал вкус, кстати. Прививал вкус. Вкус был отменный, надо сказать. То есть это было на что посмотреть, прямо скажем. То даже серийные американские машины послевоенные, они же поражали абсолютно. И московская выставка в Сокольниках, она была таким потрясением, таким культурным шоком, что было не очень понятно, ее нужно было разрешать или нужно было ее закрыть и никого не пускать на нее. Вот Харли Эрл не приехал в Москву, хотя мог на самом деле. Но выставка была национальная, а не корпоративная. Поэтому там не было представителей таких вот именно от автомобильных компаний. В следующем году исполняется у нас круглая дата. То есть выставка была в 1959, соответственно, у нас сколько? 55, да, получается? Две пятерки. После потрясения устоев социализма. Да, это была, конечно, выставка в Сокольниках. Мы говорим о американской национальной выставке в Сокольниках, где была шикарная автомобильная секция. Вот я могу даже показать, есть проспект. Те, кто по видео у нас посмотрят, обратите внимание на раритет в руках Дениса Орлова. Да, вот есть, вот я показываю специально на камеру, вот такой вот проспект. Это буклет оттуда, 1959 год. Он раздавался всем посетителям. И вот он вот такой вот был, вот с такими вот шикарными картинками внутри. В настоящий момент Денис Орлов переворачивает страницы буклета, который, как и сам Харли Эрл, выглядит ни разу ненадеванным. Да, да, буклет в хорошем состоянии. Это была фантастика. И вот General Motors, это проспект именно автомобилей General Motors, это автомобили, которые придумал Эрл. То есть вот тогда впервые наши об этом узнали, услышали, почувствовали, попробовали. Удар был мощнейший. Удар был мощнейший, да. Удар по нашей стране, по нашей идеологии, по нашей промышленности. Если он таким был в Америке, то есть это ведь надо себе представить. Вот отель у Волдорфа Астория, это главный отель города Нью-Йорка. У этого отеля специально есть подземные подъездные пути, то есть некий подземный вокзал секретный с огромным, очень мощным лифтом. То есть когда туда приезжали президенты для встреч, для каких-то, то есть вот бронированный поезд подходил в этот закрытый секретный порт. Перерыв на новости. Денис Орлов, историк, журналист, автомобильный инженер и еще два соучастника нашей программы, программы Харли Эрл и Алексей Сахновский, американский дизайнер. Но они пока не подошли. Мы сейчас находимся в подвальном этаже отеля Волдорф Астория в Нью-Йорке. Откуда и ведем репортаж? Да, вот туда подгоняли бронированный вагон, внутри стоял бронированный пирс Эрроу президента Рузвельта. И прямо автомобиль выезжал вместе с президентом в лифт. Там был сверхгрузоподъемный лифт, он подымал это все наверх. То есть это был суперотель, суперместо. И вот там Харли Эрл стал устраивать свои выставки, вот эти самые фантастические моторамы, где впервые заговорили, впервые появилось понятие Dream Car, то есть автомобиль-мечта. То есть вот автомобиль и мечта благодаря Харли Эрлу соединились воедино для американского как минимум и уже дальше, так сказать, для всемирного потребителя. И вот Алексей Владимирович Сахновский. В те годы у него было прозвище Мистер Дрим Кар. То есть вот сразу прилепилось не к кому-то, не к Харли Эрлу, а вот к господину Алексею Владимировичу Сахновскому. Он на самом деле, он был первым техническим редактором журнала Esquire. Вот есть такой очень популярный до сих пор журнал для мужчин Esquire. Вот он в 1933 году открылся, а в 1934 году туда пришел Сахновский как иллюстратор и как редактор отдела науки и техники, образно говоря. И он рисовал там, он вот использовал журнал как площадку для донесения своих вот этих мыслей. То есть сначала это был там стримлайн модерн, потом в 50-е годы мир увлекся стеклопластиком и он начал рисовать какие-то вот эти вот фантастические спортивные машины из стеклопластика. Потом Харли Эрлу приехал в одну из компаний, для которых Сахновский нарисовал такую машину, посмотрел, после этого появился Chevrolet Corvette. То есть вот так вот неожиданно вот эти вот судьбы, они где-то, так сказать, такая ткань, она на самом деле она ткань такая из предположений, из гипотез, из недоказательных вещей, потому что вот трудно. Идеи витали в воздухе? Идеи витали в воздухе и их подхватывали все, кому не лень. То есть вот такой вот племянник сахарозаводчика Терешенко получился у нас в образе. Как повезло этому человеку, что он сумел эвакуироваться из Крыма. Ну да, да, да. Здесь невольно, конечно, вспоминается Аксеновский остров Крым, Русабалт, автомобили. То есть вот если бы тогда ветер не выгнал воду из Севаша, может быть. Ну там много, если, знаешь, если бы Южная армия соединилась с Колчаком, Всюровская и так далее. Да, да, да. Ну вот очень интересно, да, вот люди, которые занимаются тем, что они создают будущее. Вот насколько это будущее будет правильным? Вот насколько правильно, иначе вопрос ставим. Насколько правильное будущее они сознают? Как они сами для себя представляют вот свою роль в этом деле? Вот человек создает автомобиль. Потому что сегодня, к сожалению, большинство автомобилей создаются просто вот для галочки. Так вот используем грубое такое наше выражение, грубое литературное выражение для галочки. Нужно создать новую модель. Ну вот давайте ей пририсуем немножечко, бровки ей нахмурим, зубки ей оскалим, плечики ей сделаем пошире немножко, чтобы боялись. Создадим такое явление, как универсальная платформа, которая объясняет, почему чисто технически эта машина полностью идентична предыдущей. Потому что это платформа, это же модуль, а внешность у нее будет другая. И живет такая машина один день, и в завтрашний день она ничего равным счетом не приносит. Завтра пустота, то есть мы вернулись опять же на круге своя, то есть мы вернулись в 20-е годы, когда автомобиль существует только сейчас. Он не растет в будущем, а он никому не нужен. Он всю Москву замостили плиткой, и все, и забудем про автомобиль. Ну, плитка это другой сценарий, минуточку. Это в уголовном кодексе имеет парочку статей. Ну, и тем не менее, то есть, а эти люди мечтали. Они вот, ну, Харли Эрл, у него был приятель, он был человек, на самом деле, общительный достаточно, и к нему, в общем, тянулись. То есть у него вот такое вот совмещение комплексов нереализованности в чем-то. И у него был приятель Келли Джонсон. Это тот самый человек, который сконструировал потом уже. Потом он сконструировал самолет-разведчик У-2, Локхит У-2, который сбили... Которую мы так сладоосраться сбили, наконец-то, своей ракетой. Я тут с удивлением узнал, что, оказывается, китайцы-то завалили аж целых четыре таких самолета. То есть нам гордиться вот нашим У-2 надо бы, в общем, так, потише. Китайцы сбили-то чем? Они два посадили, а два сбили, то есть там... А сбивали-то нашими ракетами? Но, тем не менее, то есть вот... Так вот, Келли Джонсон, главный конструктор компании Локхит, и они тогда делали суперсекретный двухкилевой истребитель дальнего, тяжелый истребитель П-38. Он назывался тогда, пока эта машина была еще секретной и экспериментальной, он назывался YP-38. То есть впереди стояла буква Y. Вот Харли Эрлт, например, даже такую деталь не пропускал мимо. То есть он когда думал, как называть вот эти свои концепт-кары, нужно же присвоить какое-то вот, чтобы это проходило в ведомостях там. Ну, стандартный шаблонный ход, это назвать буквой X. X experimental, там, тайное, секретное. Ну, в общем, ему показалось, что это скучно, это пресно. А общаясь с Келли Джонсом, он слышал про то, что вот у них секретные самолеты называют на букву Y. И все машины стали называться Y. Y-job, Y-up там, и так далее, и так далее. То есть вот был Buick Y-job. Вот он даже такую деталь. А потом он повез своих дизайнеров, он уломал. То есть вот канун войны, да, еще никто не знает там, что будет, вступит Америка в мировую войну. Он уломал Келли Джонсона, и он свозил своих дизайнеров на авиабазу на секретную. Он показал им секретный. Это все равно, как сейчас, свозить наших дизайнеров, показать им самолет Т-5. Или как он называется, новый истребитель, нового поколения, который... Не будем об этом. Не будем об этом. А тогда половину рисунков отправили сразу же в вагонь. То есть вот то, что там рисовали, к самолету нельзя было подходить, вокруг самолета, значит, их не подпускали близко. Но вот то, что там дизайнеры заэскизировали, половину из этих рисунков контрразведка сожгла моментально. А из остальной половины получались вот эти самые концепт-кары, на которых Харли Эрл разъезжал по пригородам, по спальным районам Детройта. И детишки бегали, специально брызгали водой в автомобиль. Потому что они знали, что вот едет этот самый Харли Эрл, и у него на автомобиле стоит хитрая штука, которая, когда брызгаешь, она автоматически подымает крышу. Харли Эрл тогда предложил датчик дождя. Не для того, чтобы стеклоочистители включать, а для того, чтобы подымать у автомобиля крышу. И детишкам было интересно. Ох, сейчас мы вот там капнем, там брызнем, там, я не знаю, там, из лейки, там, или из брызгалки, там, с чего-то, так сказать. А больем, и у машины крыша подымется. Сама автоматически, без... То есть вот человек смотрел очень-очень далеко вперед. Время он опережал всерьез. Стас Намин, упомянутый нами. В 59-м году, когда начались вот эти все, так сказать, периоды охлаждения, стал перерастать в период потепления отношений между СССР и США, вот начались какие-то поездки. И в том числе, вот, Микоян, как председатель правительства, если мне не изменяет память, тогда у него, по-моему, такая была должность, он отправился в поездку по Соединенным Штатам. И его возили в Детройт. Его возили в Детройт. И есть фотография. Вот Анастас Иванович Микоян. А вот Детройт у него за спиной. А вот у него за спиной. У него не Харли Эрл за спиной. Вот, но вот это макеты, это эскизы, те самые, которые, так сказать, делались в студиях. Их даже катали на автомобиле. На одном из автомобилей Харли Эрла их катали. Концепт-кар. Да, и вот сидит абсолютно довольный и ничего не понимающий в автомобилях Микоян Старший. Сзади сидит абсолютно обалдевший. То есть вот у него лицо примерно такое же, как у меня, когда я впервые попал на автомобильную выставку, там, много-много лет назад. Вот, наверное, я так же выглядел. То есть человек, обалдевший от увиденного. Зовут-то как? Это его сын Серго. И вот дальше мы начинаем путаться в этом огромном, так сказать, гигантском дружном семействе Микоянов. И сразу мы вспоминаем, что вот был такой Стаснамин. Чрезвычайно удачливый представитель этого клана. Да, да, вот. Но вот у нас это вылилось в результате выставку. Выставка, да, она очень сильно послужила смещению, так сказать, умов. Я не знаю, как это вот... Да это был подрыв устоев в смещении умов. Ты что, это такая идеологическая диверсия, как американская выставка 59-го года, она аналогов не имела. Это было мощнее по воздействию, чем вся последующая работа «Голоса Америки». Ну вот, был такой факт, мы в следующем году будем праздновать юбилей. Слушай, а Эрл и Сахновский, все-таки, как они биографически пересекались? Они как? Они шли параллельными путями, и каждый создавал свой мир. Я подозреваю, что все они друг о друге знали. Но на всякий случай держали паритет. Каждый из них был очень сильной фигурой. Денис Орлов, спасибо. Спасибо.